Вы слушаете радио Болткома. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме продолжается. Олег Пекай, Александр Шунин вместе с вами. Доброе утро. Доброе утро. Как говорят, вот нет худа без добра. Ведь даже вот говорят, что Первые и Вторые мировые войны способствовали тому, чтобы развивались технологии, потому что вот из военных затем сферы они перекочевали в мирные уже, но дали очень мощный стимул, толчок, импульс для того, чтобы изменить наш мир. Но точно так же и локдауны, вот всевозможные карантины тоже побуждают нас больше пользоваться гаджетами, больше использовать какие-то средства связи для того, чтобы коммуницировать друг с другом, организовать рабочие процессы, бизнес-процессы. А бизнесу вообще было бы невозможно без всех этих зумов, особенно если у тебя партнер находится где-то на другом конце планеты. И ведь раньше действительно это было невероятно все сложно, а сейчас уже никто не удивляется тому, что в моем детстве вообще вот видеотелефон это казалось какой-то фантастикой, а сейчас, в общем-то, звонок по скайпу-суму кажется, ну, совершенно абсолютно рядовым событием, и мы ничему не удивляемся. Это мы все к тому, что сейчас будем говорить о прогрессе с руководителем информационных и коммуникационных технологий в Битэгрупп, Владислав Негурман с нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро, Владислав. Здравствуйте, Владислав. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, радиослушатели. Хотелось бы, пользуясь случаем, поговорить о портфеле услуг Битэгрупп. Мы так понимаем, что специально для бизнеса разработан такой вот Битэй-1-IT. Есть такое дело. Ну, начну, может, с истории. Такое небольшое дело в том, что раньше Битэ считалось, это даже был слоган такой, «Cita a company». Я думаю, еще многие помнят такие времена. Так вот, по большому счету, Битэй уже достаточно продолжительное время является не просто мобильным оператором, который все время зашел на этот рынок как такой революционер в плане цен, видов услуг, тарифов и всего остального. А Битэй является таким полноценным игроком на бизнес-нужды. И очень мало есть клиентов, которые могут...